Монмаранси. Концерт для арфы с фортепьяно. Партию на фортепьяно исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Апоссум. Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, Карл Осипович. Добрый вечер. Сегодня мы с вами обсудим очень важную проблему, которая интересует в основном женщин, женскую половину населения, в основном домохозяек и в основном жен достаточно обеспеченных мужей. Дело в том, что в силу отсутствия, так скажем, определенных навыков в готовке пищи, эти жены, эти женщины предпочитают пользоваться так называемыми полуфабрикатами, покупая их в каких-то вот супермаркетах и тому подобное. И самым распространенным видом полуфабриката являются так называемые ножки Буша, куриные окорочка. Это второе русское название. Вы можете открыть толковый словарь Даля и там найти на букву К куриные окорочка. Мы не будем вам рассказывать, что это. Ну, вкратце, это куриная кость, вокруг нее шмот мясо, обтянутый куриной кожей. Ну, это как бы внешний ее признак. И встает вопрос. Наша постоянная радиослушательница Светлана Владимирская задает вопрос, резонный, кстати, вопрос. Этих окорочков в Москве просто, ну, завались. Они продаются практически на каждом углу. Цена их достаточно доступная даже для вот Прохора. Скажем, она тоже постоянно с собой носит в сумке пару-тройку окорочков. И встает резонный вопрос. Какое количество пернатых нужно убить, ну, сперва взрастить, затем убить, чтобы получить такое количество окорочков? И куда деваются остальные части? То есть, гуска, значит, вместе с аналом, кишочки, потрошка, шейка, голова. Сейчас, кстати, Карл Осипович, появились в продаже грудки. Тоже, если увидели. Вот что, можно сказать, принадлежат ли эти грудки особям, вот, от кого ножки или от совершенно отдельной промышленности? Да, вы совершенно, может быть, сами того не желая, открыли важнейшую тему в области общественного питания современного. Потому что, как вы справедливо заметили, раньше нерадивая хозяйка была вынуждена кормить семью разогретыми на сковородке пирожками с неизвестным содержанием. А вот за семь копеек они раньше продавались. Вареный, вываренный вареной колбасой и прочими суррогатами не такими неожиданными. Или даже вот яишки, просто вареные яишки вкрутую. Что вело вообще к... Саворотом многочисленным. С нарушением в печени, заворотом кир. Теперь же хозяйка может создать имитацию разнообразного стола, купив продукт под названием куриные окрачка и приготовив их быстро на любом разогревающем устройстве от СВЧ-печи до плиты. И, конечно, людей, которые привыкли к активной жизненной позиции, стало интересовать, откуда свалилась такая благодать, как бы... Давайте немножко вернемся в историю. Извините, что я вас перебил. Мы наверняка, если очень постараемся, вспомним год, вот тот переломный год, после натупления которого начался этот завал этим продуктом. Дело в том, что я бы где-то это дело синхронизировал с последним сроком разрушения госагропрома, когда было замечено, что этот институт у нас абсолютно разрушен до основания, и альтернативы внутренней явно нету. И на прилавках наших магазинов были курицы, единственное достоинство которых, что они умерли своей смертью. Поэтому, вот, ну, я не буду предварить свой рассказ, но, скорее, была предпринята некая кулинарная диверсия в форме этих куриных окорочков. Дело в том, что внимательные хозяйки, которые не считают их за панацеей от всех бед и от собственной лени, они стали задаваться вопросом, почему этот продукт не совсем соответствует своему артикулу, своему товарному знаку. То есть, а что вы имеете в виду, это интересно немножко расширить? Многие хозяйки заметили в первую очередь, что при приготовке куриных окорочков, особенно в микроволновых печах, запах, распространяемый по кухне в момент готовки, совершенно не похож на запах готовящейся дичи. Пахнет, скорее, рыбой. А, кстати, вот вопрос, который нам очень часто здесь задают, конкретно Филипп Карамазов, наш постоянный радиослушатель, задает вопрос. Вот именно касающийся этой темы, что при жарке ножек буш, этих куриных окорочков, распространяется запах рыбы. Он, типа, пишет, что это его сперва волновало, но потом пенсионерка, соседка ему объяснила, что просто вот эти особи, этих кур кормят рыбьей чешуей. Апологеты бездумного прогресса, они тоже прикрываются вот этими пустыми фразами о том, что куриц кормят рыбьей чешуей, ее требухой. Ну, ничего подобного. Если мы выйдем за пределы города и встретимся лицом к лицу с любой нормальной курицей, и предложим ей в любом ее состоянии какую-то рыбьет рыбуху, то реакция будет самая, что ни на есть отрицательная. Никакая нормальная курица есть рыбу не будет. А вот скажите, вы, поскольку все-таки зав в кафедре генной инженерии, тем более криптальных технологий, вы наверняка должны как-то дать нашим радиослушателям объяснение, почему это происходит. Может быть, ведь, в принципе, скажем так, что рыба это очень глупое животное, что курица это глупое животное. Может быть, это какой-то антипод у них на уровне генной инженерии, потому что ведь пробовали кормить и рыбу курицами, но вот я знаю, у вас аквариумы тоже не получилось. Ну, кроме пираньи, конечно, на курицу тоже никто не клюет, потому что курица не птица, как известно, и там что-то не за границей. Это так и есть, несмотря на такую легковесность народной мудрости, но первая ее часть соответствует полностью действительности, потому что курица простейшая птица, достаточно посмотреть на ее поведенческие стереотипы, на ее, в общем-то, совершенно неразвитые куриные сознания, чтобы усомниться в полноценности ее птичьей сущности. Но не об этом речь. Более внимательные хозяйки заметили не только рыбий запах при приготовлении куриных окорочков, но и то, что их форма совсем уже не похожа на ноги нормальной курицы. Это скорее какие-то накаченные ноги монстрика. И вот пятно, которое является переходом от ноги, собственно, к куриному, как бы, телу... Весьма широко. Оно стало очень большое. То есть, тоже, если оторвать у любой живой, у вареной курицы ногу и посмотреть на место отрыва, диаметр его будет раза в три меньше. А здесь практически как у, так скажем, у фотомоделей или у пупсика. Ну, и у таких своеобразных фотомоделей. Ну, да. Вот. Поэтому, конечно, эти вопросы не могли остаться без ответа. И нам пришлось, как одно из отделений общества потребителей, мы занялись этим вопросом на всей нашей, в общем-то, научной базе. И вот что выяснилось. Оказалось, что предыстория куриных окорочков, в общем-то, она достаточно длительная. Ведь, как известно, курица – это долгое время в Америке самая демократичная и самая дешевая пища такая, вот, не вегетарианская. Потому что, в принципе, что такое курица по-американски? Она и в оригинале-то имеет достаточно мылкий вкус. То есть, такой продукт без вкуса. Типа, какой-то, вроде, действительно, и не рыба, и не мясо, правильно говоря. Это хозяйственное мыло. Такое, да. Кстати, извините, Карл Оспевич, что я опять вас несколько перебил, просто хочу немножко вернуться к признакам, вот, именно к этим куриным признакам. Ведь, наверняка, все здравомыслящие люди прекрасно отдают себе отчет в том, что вот эта маленькая тушка натуральной птицы, синей, которая, извините, сдохла, но ее там убили. Ну, то есть, она уже неживая, она не может сохраниться вот в таком качестве, в каком нам предлагают вот эти вот окорачки. Неестественные их ровни, а это это, да. Да, это уже не может быть, да, все. Она должна быть обязательно синяя немножко. Ну, только не цвет трупных пятен, там спектр абсолютно другой, совершенно, да. И, кроме того, вы совершенно верно заметили, что абсолютно непонятно, куда девается огромное количество клювов, гребешков. Глаз, опять же. Так, любимых нашими... Гурманами вот. Гурманками особенно. Я с содроганием всегда наблюдал поедание гребешков этих. И глаз. И выдавливание, да. И выяснилось такой момент, что сначала, конечно, даже вот эта невкусная курица инкубаторская, выращенная в инкубаторе, ну, в первую очередь она накачана гормонами, стероидами и так далее. Но ее жизнь, вот как мы видели из хроники прежних лет, что такое инкубатор? Это малюсенькие сеточки, в которых буквально закреплена, еле помещается, там курица растет, развивается. То есть она даже не может развернуться, если честно, то есть у нее морда вся в одном направлении и в другом направлении. Да, сверху идет один транспортер, там дается питание, а внизу идет другой транспортер. Халоуборочный, как мы называем. Скалинфекальные массы, да, вот эти уносятся. На поля. На протяжении всей вот этой своей несчастной куриной инкубаторской жизни, она фактически закреплена в этой сетке и вынуждена вот вести такое полностью технологическое существование. То есть не видя, кстати, ни природы, ничего, совершенно ни разу этой крылья, кстати. Вот вы, извините, что я опять вас перебиваю, наверняка заметили тоже очень внимательные домохозяйки, что с год, в год и с году у обычных кур, которые вот не ножки, вот эти вот, а обычные целые особи, у них год и с года крылышки тоньше становятся. Потому что на ногах-то они все-таки стоят. Ну, вы знаете, после приема огромного количества стероидов, которыми, в общем-то, вот анаболиков в составе корма получают инкубаторы, у них, в общем, и плечевой пояс, и тазовый пояс весьма гипертрофированы. Поэтому фактически она занимает, как оптимальный помидор квадратный выращен, так и курица, она чуть ли не всю клеточку это занимает, и безумное ее эмоциональное состояние ей постоянно давит, она не может справиться ни с паразитами, ни почесаться с клювом. И, кстати, у них даже из-за этого перестала, вот пропала такая функция, как вращение головы практически на 180 градусов. Да, я думаю, даже деревенских выяснить эту функцию невозможно, потому что все... Вот, и Америка, как известно, это такая достаточно, ну, хотя бы декларативно свободолюбивая страна, и американское общество защиты яйценесущих резко выказало протест против такого холодного технологического отношения, вот, в общем-то, бездушного к продукту живой природы, хоть и не совсем полноценного, таким является курица. И вот эта индустрия, которая приносила, конечно, огромные доходы из-за своего достаточно простого процесса, и процент выхода велик, что она там умрет, ее все равно продать можно. Ну, мы все понимаем, что закрываются глаза в мире Чистогана на всякие вот эти нюансы. И пришлось технологам, пищевикам взяться за ум практически, вот, не прерывая, правда, этого процесса, они первое время терпели все эти нападки пресса и пикетирование вот этих инкубаторов грандиозных. Но потом выяснилось, что вот рядом с атомными реакторами, с какими-то вот исследовательскими центрами иногда появляются курицы-мутанты, у которых, вот так интересно, у мужских особей пять ножек, а у женских шесть. А как же они вот умудряются своим слабым мозгом синхронизировать движение всех конечностей? Вы совершенно верны, они крайне, в общем-то, пляска святого вида, такая болезнь человеческая, у них это врожденные заболевания, то есть они перетаптываются. А перемещение они производят какие-то все-таки в нужном направлении? Максимум, что они могут, они могут клевать то, что перед ними, в общем-то, наложено. Но главная задача, совершенно неожиданно, с применением таких куриц оказалась выполненной. То есть количество убийств живой особи на пару ножек сократилось, соответственно, там вот в три раза, в три с половиной раза. То есть вы хотите сказать, что прав, в общем-то, наш радиослушатель Виктор Петрович Черномырдин, который в своем гневном достаточно письме пишет, что вот, дескать, нас дурят, и что это все-таки не естественный продукт. Ну, он, видимо, недалек, описано, что это целиком синтетический продукт, и даже перья, которые вот мы иногда наблюдаем, кстати, заметьте, что в ножках, вот в укуринах это мало. Никогда не найти перья. Ну, можно найти кусочки, но он пишет, наш радиослушатель, что их вставляют специально нанятые рабочие из Гонконга, от направления куриц. Я думаю, что польские курицы с перьями, это подделка. Дело в том, что, так как, в общем-то, курица, шестиногая курица, это полумера, потому что вот этот порочный, на взгляд, защитников яйценесущих цикл, рождение, бездушная жизнь и такое хладнокровное циничное убийство сохранился. Просто с несколько меньшей периодичностью, да, на какое-то время вроде бы им заткнули рот, но потом они поняли, что это мелкая уступка, и возобновили свои протесты. А простите, простите за такой, может быть, вопрос, несколько не в тему, но хотелось бы знать, вот, если, как вот вы говорите, производство этих окорочков поставлено, ну, именно на такую основу, то есть одна тушка и несколько ног, то хотелось бы выяснить, появляется ли это существо из яйца сразу или из яйца, которые откладывают эти особи, появляется нормальная особь с двуногой, двух крылой, одноклювая, а затем уже нарастают вот в ходе какой-то мутации эти ноги или сразу из яйца вылупляется вот там шести там или, может быть, даже уже больше нога курицы? Ну, дело в том, что в процессе вылупления примерно 40-60% оказываются многоногими, а остальные рождаются просто уродами, когда мутация идёт в неизвестном направлении. А, извините, а не было ли таких случаев, чтобы вот это уродство проявлялось в том, что родилась просто одна нога вылупалась? Может быть, это какой-то выход из положения способом генной инженерии? Да, потому что научные институты, это исключительно прикладной характер их использования носят, и всё это идёт просто в фарш, абсолютно никак статистически не обрабатывается. Не учитывается, наверное. Поэтому, может быть, этот бесценный материал, он был бы необходим человечеству, но люди, которые привыкли видеть во всём лишь источник наживы, они же не склонны к каким-то положительным вот таким. Ну, а скажите, Гарл Лоскович, я знаю, что на вашей кафедре, в вашей лаборатории, которая, кстати, существует за счёт Союза фермеров, вот проводились эксперименты по облучению вот этих куриных яиц, определённого, в общем-то, определённой гаммой, определённого излучения, мы не будем сейчас называть. Я знаю, что это достаточно засекреченная пока работа. Вот, ну, не могли бы вы так вкратце поведать о, скажем так, визуальном результате ваших опытов? Вот, ну, скажем, вот на прошлой неделе, я знаю, у вас было, значит, вскрытие скорлуп, это так, научный термин, раскорлупирование второе, значит, вот этих вот образцов. Что появилось на свет? Ну, хотя бы опишите наличие там клюва, как, ну, чисто визуально, как выглядит вот плод вашего эксперимента? Ну, вы знаете, я не знаю, стоит ли это говорить, но... Ну, почему бы нет? Пусть люди знают, конечно. Вот, ну, во-первых, использование таких экспериментов после ряда катастроф в мире считается неэтичным. Вот, и практически выход таких экспериментов носит такой странный эстетический характер. Вот, творчество многих художников-карикутуристов, которые, на полотнах которых рождаются полуфантастические существа, это всего-навсего кальки с результатов вот этих мутаций. То есть вы хотите сказать, что вот эти вот, скажем, какие-то уроды на картинах там Иронима Босха, они, в общем-то, не являются плодом его фантазии, а где-то он в виде... Мы не берем таких концептуалистов, но... А, современных. Нужно какие-то личные, да, вот, после битструпа уже кто в карикатуре, поэтому... А практического применения это уже не находит, потому что никто не сможет ни финансировать, ни спонсировать такие, из-за их достаточно двойственного такого морального характера. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыку, и после этого мы продолжим наш разговор. Лучше желтой птиц в руках, чем опоссум в небесах. Лучше желтой птиц в руках, чем опоссум в небесах. Лучше желтой птиц в руках, чем опоссум в небесах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 что я так, как, вот, несколько, может быть, порывисто вас спрашиваю, просто сразу я так представляю себе воображение этого животного, то сказали, что сохранились, значит, формы куриных ног. Но мы-то вот, опять же, если заметить, если покупались отечественные куры или целые особи, там вот после мясистых вот этих ляжек шли обычные лапы их там с когтями, со всеми делами, а здесь никто не видел когтей и лап вот этих куриных окрачков, которые в широкой продаже сейчас. То есть, как они выглядят на живой, то есть курица, так же ноги или что там вообще, как это всё? Там куриная лапа достаточно похожая на куриную, но с зачатками перепонок. И, конечно, они поэтому между пальцами. А смысл? Они же не плавают, смотрите. Нет, ну здесь просто никакого смысла не было доводить мутацию до совершенного эстетического вида. Кто такой окрачок? Это, в принципе, по щиколотку и выше бедра. Да. Нет, а смысл функциональный этой перепонки, её возникновение не связано ли это с рыбным запахом, который при жарке? А рыбный запах в результате мутации, ведь это же не является чистой дичью. Это, так вульгарно говоря, глазами обывателя может быть ближе к лягушачьим ножкам. Вот их формы, если мы так тщательно сравним, отсюда и запах земноводного, который обобщается сознанием с рыбой. Просто никто же лягушек не готовил в печах. Так, в широкую, да, в широкую. Поэтому, может быть, мы идентифицировали бы этот запах точнее. А скажите, пожалуйста, Карлуси, по-вещему. Я просто боюсь потерять мысли. Главное – это достоинство этого существа, что у него необычайные свойства к регенерации. И по мере вот его взросления наступает такой момент, когда он достигает своей зрелости, что эти лапки можно просто отщипывать. В смысле, отщипывать прям вручную? То есть специальные люди, персонал этим занимаются? Да, персонал, да, такие секаторы специально изготовлены, полуавтоматические. Конечно, там объемы-то огромные. И эти ножки очень быстро регенерируют на этом мускулистом теле. А вот извините, хотелось бы узнать, сколько быстро происходит процесс регенерации с момента отсечения ноги поступления в продажу до момента ее отрастания вновь. И каким образом контролируется этот процесс? Ведь если, наверное, вот этому существу, уже курицей его нельзя назвать, значит, отщипнуть все вот эти конечности, будет ли происходить регенерация их снова? Или оно погибнет? Какое количество ног нужно оставить? Технологический сам процесс. Ну, ноу-хау до таких подробностей, конечно же, держится в секрете, как любая достаточно собственность фирмы. Ну, а откусывать все ноги не имеет возможности. Это существо тоже закреплено, и фотодиоды следят за перекрытием света при вырастании ноги. Интеллектуальная собственность государства. Поэтому вряд ли нам в этом веке, в этом тысячелетии удастся увидеть воочию это животное. Но то, что они функционируют, то, что ножки именно от них, мы по запаху, по виду сможем еще долго и долго в этом убеждаться, потому что альтернативу вряд ли кто-то будет даже искать. Представьте, перейти от такого безотходного производства, опять назад к курицам, которые, в общем-то, суетливы, хлопотны в обслуживании, совершенно, в общем... Ага, а простите, а нет ли, нет ли как бы в вашу сторону каких-то претензий со стороны каких-то орнитологических общественных организаций в сторону производителей этих птиц? Почему? Потому что... Простите, дайте, я это говорю, простите, нет. Антагонисты. В смысле того, что использование широкое внедрение вот этих существ, ведь не секрет, что курица это птица промышленная, она идет на мясо и несет яйца. Вот эти существа, они же тоже, значит, яйценосители. То есть они несут яйца, правильно? Они же не живородящие. Вы понимаете, в данном случае получилось, что как вот промышленное существо, накачанное анаболиками, у которое постоянно тратится все силы на регенерацию утерянных, непрерывно утеряемых конечностей, оно не способно к репродуктивной функции. То есть, несмотря на его численную половозрелость, то есть вот в месяцах выраженную, детородная функция в нем угасает из-за того, что оно постоянно находится на пределе своих возможностей восстановления. А как же продолжение рода? И так же, как вот бывает свиноматка или матка вот пчелиная, приходится несколько особей держать в идеальных условиях. Чисто для продолжения потомства. Да, конечно, их не кормят анаболиками. То есть, получается, что обычные, вот привычные нам куры, которые живут в деревнях, у многих даже сейчас богатых людей, они в машинах водятся. Ну, бывают курицы не сушки, да, а бывают вот курицы, которые на убой кормят. Понял. Вы знаете, Карл Осипович, вот поступают телефонные звонки, я думаю, что, если вы не против, может быть, у наших радиослушателей есть какой-то вопрос к вам. А я напоминаю уважаемым, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка, зав. кафедры генной инженерии и каэтальных технологий. Пожалуйста, будьте краткими, сформулируйте ваш вопрос к доктору, я надеюсь, что он на него ответит. Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, алло. Алло. Нет, не получается, не умею я пока. Но, тем не менее, значит, вы утверждаете, что вот эти существа как бы получаются таким будущим нашей промышленности, ну, вернее, их промышленности там. Как скоро внедрится у нас здесь вот эта технология? Или, то есть, может быть, существует какой-то промышленный шпионаж, что-то еще такое? Дело в том, что сейчас защита авторских прав, с одной стороны, она на необычайно высоком уровне. То есть, даже мы знаем по опыту московского кинопроката, что прокат нелицензированных фильмов чреват многомиллионными убытками. И надежда на то, что удастся получить лицензию от фирмы на производство такого высокоэффективного продукта, очень маленький. Но, с другой стороны, мы являемся категорическими противниками такого изделия, потому что, если потребление дичи проверено сотнями и тысячами поколений, то потребление вот такого продукта с неочевидным происхождением животным неизвестно, как отражается еще на человеке. Потому что, например, у моей знакомой, близкой, ребенок отказывается есть эти ножки. Известно, что у детей ближе к природе. Да, у них не затоптаны все инстинкты. А вот, кстати, вы знаете, вот это хороший очень такой момент. Вы задумали очень многие наши радиослушатели и вообще, в общем-то, люди даже обычные жалуются, что вот, типа, дескать, домашние животные не едят эти продукты. Тут само собой напрашивается вопрос о том, что мы... Да, и еще такой момент. Многие, наверное, заметили, что после того, как вот съели эту там ногу здоровую, сразу происходит резкое насыщение. И после этого, где-то спустя, там, может быть, полчаса, опять начинаются обостренные чувства голода. Эффект гамбургера это называется в нашем институте. Вы знаете, это просто гормональные включения. Они, кроме того, еще в себя включают добавки такие пищевые. Их вредность еще не изучена. Любой посетивший Макдональдс знает этот эффект, который вы так образно обрисовали, что съев две порции гамбургера, тричетбургера и буквально две порции мороженого, чувствуешь терезмерное насыщение. Но выйдя еле из последних сил из помещения Макдональдса, через полчаса будешь опять голоден. А это, может быть, искусственно синтезируется это чувство? Да, это средство химическое с дуальным действием. Дуализм проявляется так, двойственность, что сначала продукт, употребленный пищей, вызывает искусственное ощущение насыщения. То есть человек, в момент, когда он видит воочию продавца, он не будет конфликтовать по поводу того, что он ни за что заплатил деньги. Он чувствует перенасыщение и такое искусственное удовлетворение. Но стоит ему удалиться от продавца на безопасное расстояние, для продавца, для фирмы, в данном случае, например, Макдональдс или Союз Контракт, как он чувствует тут же сильнейшее чувство голода. И опять потребность идти вот снова. Идти, да, вот. А скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот вам не известно ничего о каких-нибудь опытах или экспериментах вот по подобной, по подобного же рода генетическим экспериментам с другими, скажем, с млекопитающими, с коровами? Ведь многие любят там не куриную, там съесть новую, а говяжью отбивную. То есть было бы неплохо, наверное, иметь коровью тушу всю в ногах и как апостолы в этих... И прямо их срезаешь и там жаришь. Или это уже невозможно? Это такие эксперименты, возможно, только с более примитивными вот существами? Совершенно верно. То есть мозг коров, он все-таки сопротивляется, видимо, этому? Если посмотреть в глаза курицы и посмотреть в глаза корови, то мы сразу легко видеть, что мы имеем с существами абсолютно разные духовные организации. Даже в глаза им достаточно заглянуть, чтобы понять. Да, заглянуть. И поэтому это может остаться только в анекдоте по поводу трехногого порося, что из-за миски холодца всего порося не бить, а отрубить ему лишь ногу. Ну, вы знаете, вот, в принципе, научился я тут нажать конкретную кнопку, просто вот после того случая у меня очень плохо с координацией движений. Вот давайте попробуем послушать телефонный звонок. Напоминаю вам еще раз, что в ГАСТах у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Приветствуем вас. Мне хотелось бы задать вопрос Карлу Осиповичу. Вы знаете, сейчас открылось это новое заведение, цыплята по-кентуккиски, возле Киевского вокзала. Мне хотелось бы узнать, может быть, и крылышки тоже так же выращиваю? Там крылышки такие есть. А, то есть острые крылышки. Да, острые крылышки. Ага. Не безвредно ли их? Хорошо, хорошо, сейчас Карл Осипович постарается ответить. Спасибо. До свидания. Ну что, Карл Осипович, я, честно говоря, не был в этом заведении, но вопрос достаточно в тему, потому что как бы крылышки своего рода тоже деликатес, даже деликатес пивной, и, может быть, кому-то пришла бы мысль в голову сделать вот такого мутанта всего крыластого. Это, во-первых, и поэтически сильный образ, понимаете ли? Масса крыл, это же не два крыла. Я в данном случае просто взомнился бы в куриные сущности этих крылышек скорее. Ага. Вот. Потому что совершенно неизвестны. Ну... А может быть, это типа, знаете, вот есть такой субпродукт, крабовые палочки, в которых крабов-то и нет. Потребительская ценность крылышка, она значительно ниже. Это не столь массовый продукт, и проще, в общем-то, настрелять воробьев, перепелок или каких-то... Ну, нет, ну, размер, да, простите ж. Что же наши радиослушатели, их так сложно обмануть. Размер все-таки куриного крыла... Если уже второе социальное поколение ест куриные окорочка, не являющимися куриными окорочками, то ошибиться в размере крылышек... Хотя я не располагаю исчерпывающей информацией по поводу крыльев, если это интересует наших слушателей, мы можем произвести такое исследование, конечно. Вы, кстати, вот запишите, пусть ваш секретарь запишет это, потому что тема серьезная. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок. Если у вас есть вопрос к доктору Карлу Иосифовичу, то он рад будет вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот очень хотел бы задать вопрос Карлу Иосифовичу. Вот, возвращаясь к куриным ногам, мне бы очень хотелось задать вопрос, вот мне бы хотелось открыть свое дело, вот, и реально ли вообще вот эти ноги их коптить и пленковать? Гибриды, я имею в виду. А вы имеете в виду второе слово, что это? Повторите, пожалуйста. Пленковать? Да, мы просто невеликие. Ну, как в пленочку их вот, как бы... А, ну, мы, знаете, мы сейчас вот через часик, может, к вам заедем, вы нас угостите? Ну, я шучу, я шучу, я вижу по хитрым глазкам Карла Иосифовича, что он в курсе. Спасибо вам за вопрос, сейчас, наверное, доктор ответит. Спасибо. Видимо, в данном случае мы имели дело, и это очень приятно, с настоящей хозяйкой, которая интуитивно определила единственный возможный способ приготовления этих ножек. их необходимо тщательно коптить, чтобы стекал с них жир вместе с оставшимися... А, простите, а жир ли это? Ну, тут такой момент очень важный. В любом случае... Ведь вы поймите, извините, что я опять так перебиваю, ведь если взять обычную курицу, то там нет такого обилия, и даже вот жировая прослойка, вот эта, она выглядит совершенно по-другому, чем... Ну, глазами, мы сейчас не будем, мы же смотрим глазами потребителя, а глазами потребителя всё равно это сало, стекающее. Сало, говорите. По консистентной, по агрегатному состоянию, вот даже где-то, если по мылкости его, это сало. И чем больше его вытечет, тем лучше. Лучший способ это приготовление или на углях, или копчение. А что касается такого милого женского слова «пленкование», что, как я понимаю, является аналогом вакуумной упаковке, то ни в коем случае, потому что заключённый в закрытый объём очень быстро вернётся вот этот отвратительный запах и неприятные вкусовые ощущения. Необходимо скармливать это гостям в горячем состоянии, чтобы притупить их вкусовые рецепторы. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите вполне резонно, что нужно стапливать вот эти жиры подкожные у этих вот ног, да? А, собственно, неужели генная инженерия, тамошняя генная инженерия, высокоразвитая наука не может каким-то образом избежать просто вообще этих накоплений? Как известно, Америка – это страна достаточно вульгарных вкусов и притуплённого восприятия. Если мы просто обратим своё внимание на американскую культуру, музыку, кинематограф, литературу, то… Балет даже, современный американский балет. Ужасно. Не говоря о футболе, в принципе, балет и футбол американский, по-моему, одного поля ягод. Да что говорит одна вот эта кукла Барби их? Ужас, ужас. Вот. Потом, конечно, восприятие, в том числе и вкусовые, американского употребителя – это так называемый уровень бармена, который отстоял за стойкой, пришёл домой и тут же должен расслабиться. Поэтому, ориентируясь в первую очередь на внутренний рынок, им не требуется такие нюансы – отлавливать, ловить блох. Это всеядная нация, несмотря на внешнюю такую рафинированность. Это крайне низко. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, вы знаете, Карл Осипович, я думаю, сейчас мы отвлечёмся немножко на музыку, а после этого продолжим наш разговор. И я вам напоминаю ещё номер нашего эфирного телефона – 946-21-80. И в гостях у нас Карл Осипович, сеточка в кафедре генной инженерии и каэтальных технологий. А пока будем слушать композицию. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть это очень-очень болезненно. Потом представьте, мы же знаем, что многие женщины, когда их постигают какие-то неприятности, они не решаются обращаться даже в правоохранительные органы. Конечно. А какая женщина согласится, что у нее избыточная оперенность? Так что вот если тут нужно сказать, может быть, к мужчинам обратиться, Карлос Петрович, что если, например, вы познакомились с очаровательной женщиной, она как стесняется при вас раздеваться, может, там произошло оперение, не стоит. Не всегда стоит наставить. Может быть, стоит просто отойти. Очень много, очень много среди нас, среди наших сограждан оперенных. И вот, кстати, любители сыроедения, если эти ножки не до конца приготовлены, то воздействие сырового продукта, оно может быть схожим, потому что не прошедшие термические обработку, все эти ферменты и гормональные составляющие могут проникнуть в кровь человека. И вместо привычной щетины можно обнаружить какие-то достаточно... Ну, не скажи таки плоские новообразования. Надо очень быть... Ну что же, спасибо вам, Карл Осипович. Представьте, вот мы знаем о влиянии химии на психику человека. И при избыточном потреблении женщинами особенно, для нас не секрет, что женская психика наиболее восприимчива к посторонним воздействиям, могут и изменяться черты женского характера. Он будет более вспыльчивым, суетливым. Причем вот эти вспышки такие вот, какие-то беспричины, они будут сменяться резким упадком сил такой коротковременной депрессии. То есть она сама, у нее глаза как у курицы становятся, зрачок занимает всю поверхность белка и там реагирует на лампочку только уже. Плюс, может быть, что очень легко диагностировать первые стадии. Женщина начинает совершать беспричинные резкие повороты головы налево, направо, налево. То есть если вот рядом с вами сейчас в автомобиле кто-то так делает, вы, пожалуйста, остановитесь у обочины, откройте окошко, чтобы она продышалась. Задумчиво вытягивает шею и опять налево, направо, налево. То есть... А звуки какие-то должны сопровождать? Нет, звуки тоже тяжелые стадии, затянувшиеся, когда речь уже идет о хирургическом вмешательстве, необходимом. Так что мы можем, предлагаю внимательно обратить внимание на своих подруг, спутниц жизни и... Относиться к ним как-то побережнее. Ты как-то мягко-мягко, мягко-мягко постараться в случае каких-то тревожных симптомов настоять на обращении к врачу. Ну, я не могу сказать, что это только вот отдельной темой заслуживают датские колбасы, салями. В общем-то, многие продукты высоких пищевых технологий... Они в основном поражают детей, вот, все-таки. Не то, что с двойной подложкой, а они с тройным дном и требуют отдельного разговора. Я хочу сказать, что доктор Карл Осипович Сеточка, в общем-то, весьма любезно согласился прийти сегодня к нам в гости. Я думаю, это не последний раз. Если вас, уважаемые радиослушатели, заинтересовала тема нашей беседы сегодняшней, вы можете писать сюда письма, звонить, приходить и, в общем-то, предлагать ваши вопросы. Потому что достаточно широкая специализация Карла Осиповича, я думаю, позволит ему помочь вам найти ответы на многие вопросы. Но сейчас нам пора уже с вами прощаться. Всего вам доброго, Карл Осипович, дальнейших успехов, до новых встреч. И нашим радиослушателям, наверное, все-таки нужно пожелать прежде всего, конечно, осторожности и близости к своим близким. Ты помнишь тот вечер в краю мимуз, когда закат болел? Ты помнишь, как в небе зажглись гирлянды звезд, и плеск волны, и тишину полей? Запах мимуз, запах мимуз, запах мимуз, ночь в дарине гроз. Запах мимуз, запах мимуз, мани. Запах мимуз, запах мимуз, запах мимуз, сколько желтых звезд. Помнишь ли ты запах мимуз в марте? Плескаясь, а берег нам терплевой, хотел, чтоб все сбылось. И сердце тревожа, кружили надо мной, твое тепло и аромат мимуз. Запах мимуз, запах мимуз, запах мимуз, ночь в долине гроз. Запах мимуз, запах мимуз, мани. Запах мимуз, запах мимуз, сколько желтых звезд. Помнишь ли ты запах мимуз в марте? Запах мимуз, запах мимуз, запах мимуз. 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 Запах мимуз, запах мимуз, запах мимуз. И я опять, опять к тебе вернусь. Запах мимоз, запах мимоз, Ночь в дарине грез. Запах мимоз, запах мимоз, Мани. Запах мимоз, запах мимоз, Сколько желтых звезд. Помнишь ли ты запах мимоз, Маркет? Птицей быть мечта людей Реальностью не стала. Ты не птица, человек, Не какай, где попало. Да, ведь я получил срочнейшую телеграмму. В этой телеграмме было печальное известие, что... Неужто опять о болезни нашей тети Клавы? Почему всех теть зовут Клава? Вот скажи мне, ну, например, скажем, тетя Изольда. Так. Не звучит? Нет. Тетя Тамара? Нет. А тетя Клава? Звучит? Звучит. Поэтому все хорошие, умные женщины, которые живут не просто одним днем, понимаешь, а как-то, ну, на перспективу, они должны думать, что в будущем о них будут говорить их дети, потомки, так сказать, пращуры и деды. С другой стороны, Клава, даже если она молодая, она все равно уже, так сказать, воспринимается как тетя. Вот Дэвича у моей знакомой родилась дочка, и ее назвали Клавой, а ей-то всего 2-3 месяца, наверное, от силы, и к ней и то обращаются уже как тетя Клава. Ну вот, а все равно нужно думать об имени, а вот с самого рождения, вот, потому что, ну, мы, я уже говорила тут, что в новое постановление, чтобы ребенок себе имя придумывал сам по наступлению совершеннолетия, потому что, ну, никому, например, не охота, чтобы про него в детстве говорили, А где взять патроны? Да сходи к дяде Ване. А, например, мы больше, вот, знаешь, к Эдуарду Васильевичу, уже не скажешь дяде Эдуард. Это уже ощущение такое, что сильно спившийся цирковой артист, у которого умер медведь, и он остался совсем один. Вот, поэтому, например, вот, но с другой стороны Эдуард и обязывает, то есть, например, если ты Эдуард, ты уже с мужиками в домино не поиграешь. А с другой стороны, вот, очень хорошо поступали, поступали древние славяне и современные японцы. Древние славяне, они как делали? Они как-то ребенка называли, но никому об этом не говорили. А называли его либо по кличке, либо по какому-то вымышленному имени. А настоящее имя для всех оставалось тайной, и таким образом считалось, что они к его имени не привлекают дурных сил или дурные духи. А вот хотя бы кто-нибудь-то знал его настоящее имя? Мать, отец, братья и сестры, конечно, они знали, но они не называли его имя. Да, и поскольку все племя, оно-то состояло, то есть, это же было в основном так племенная система, то они прекрасно и знали, например, ах, этот Васька три пера. Совершенно верно. То есть, они три пера вслух приносили, а Ваську уже не вслух. И тем самым, кстати, происходило некое обезвичивание, ну, в смысле кармическом. Они как бы устраняли вот этот кармический мощный луч, который мы постоянно видим, а другие всего своего слабоумия даже не замечают. Вот, потому что ведь известно, что когда, например, ребенку дают имя, ну, например, назовем мы ребенка Махмуд. Вот, хотя даже пусть будет он белокуром, да, но... Я не подлазил он белочком. Да, вот, вот все равно, где-то до 25 годов он возглавит восстание восточных курдов против турок каких-нибудь. Вот, да все тут, да. Или будет, например, есть этот куриный стейк на сабле. Вот, поэтому такое воздействие мощное оказывается. А древние, будучи мудрыми, они каким-то образом устраняли эту кармическую штуку и называли по факту. То есть, ну, например, родился мальчонок там с тремя ноздрями, у него так было, три ноздри. Или если родился он с одним глазом, его так и звали. Называли родители сразу косой. Таким образом, они как бы определяли факт наличия безглазости и избавляли ребенка от более обидных кличек, которые могли придумать ему сверстники. То есть, практически ставили, как говорится, вот факт постфактум фактум на фактум. Совершенно справедливо. Ну, вот что, спеть, я думаю, надо песню. Хочешь сейчас прямо? Да. А про японца не хочешь услышать, который назвал своего ребенка маленький цветочек из волосатой задницы? А я помню, думаю. Да, но потом, к сожалению, власти не разрешили ему такое имя написать в документах. И пришлось ему, значит, назвать ребенка по-другому. Тогда он обратился к тем же властям, спросил, а как же мне назвать своего маленького сынишку? Заказали ему назовите его как-нибудь еще. Так и записали в документах как-нибудь еще. Хороший имя, кстати. Наш паровоз вперед летит, в кануне остановка, другого нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Виново нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Вот так. Какая хорошая песня. Ну так что, какая следующая тема нашей мощной беседы? О чем я тут подумал, когда принимал письма от инопланетян? А вот все пишут, да? Пишут, пишут. А я зарисовываю. Вот если видишь мои зарисовки тут, это вот, собственно, вот, это письма от них. А ты знаешь, кстати, у меня складывается ощущение, ну вот, что они считают нас прям дебилами какими-то. То есть у нас давно уже это факсы есть, там это мобильные всякие связи, сопли. Вот даже есть оптическое волокно, я вот кусок тут срезал в ней одном, вот тут обмотался им, принес. А они все письма пишут по старинке. Мне так кажется, что они недооценивают наш интеллект просто. И вот это поэтому надо им в морду дать. Ты знаешь, может быть, это просто не они недооценивают, а недооценивают их, кто тот, кто принимает от них письма. Я вот тоже по старинке, знаешь, тоже своего рода инертность мозга. Взял ручку и стал записывать то, что они мне прислали. А мог бы, например, сесть за компьютер или за факс? Нет ведь в этом ничего плохого. И глядишь, быстрее бы все произошло. Ну вот это моя, конечно, моя вина. Нет, ну поскреп, любой поскреп, вот, скажем, ручки там, это по листу, он, конечно, наводит на определенные мышцы, нежели поступь по клавиатуре. Да и потом, необыкновенное доверие есть у меня к перу. Что-то, по-моему, мой смекалистый, проворный друг не оценил мою шутку. Ты что видишь? Ну давай тогда послушаем, что они нам напели. Напели? Да. Давай. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это тот, у которого было по шесть пальцев? Да, у него на ногах по шесть пальцев было. Помнишь, Тарас? Он подходит иной раз и спрашивает, сколько пальцев вместе на руках и на ногах? Ну ты ему, естественно, отвечаешь, двадцать. Он говорит, нет, двадцать четыре. А ты так начинаешь задумываться, то ли он дурак, то ли ты. А поскольку ты знаешь, что он дурак, то так и говоришь, ну и пусть будет двадцать четыре, и уходишь. Так вот он все время, когда они только окружали, первые разведчики их там высаживались, он все время ходил по хатам, по всем стучал и говорил, вы немцев-то не бойтесь, они добрые немцы-то, они накормят нас всех, говорил Витька, с шести пальцев. А ведь не без оснований. Не без оснований, кормили, да. Да, ну вот. Так же вот, мне кажется, тролль вот, скажем, вот этого Витьки сейчас несут как раз вот эти вот, скажем так, получающие знаки и так далее. Ну, ты на меня, что ли, намекаешь? Нет, ну мы-то с тобой как раз совсем к другой категории относимся, то есть нас боятся все. Вот, даже сам нас боятся. Даже вот, ты знаешь, я сегодня хочу... Я видел признаки испуга даже на лице СМУ. О-о-о, ты только признаки видел! А я когда сюда вошел, СМУ прям упал, прям в снег вот этот встал и упал и начал кричать. О, пришел Бог! О, пришел Бог! И, представляешь, так изгибался, что он стучался пятками по лопаткам, выбивал радостную дробь, вот это из фильма, этот турецкий марш этого «Трун-друн Траковьева» Да, я с ним говорю, дедушка, ты говорю, встань, и, типа, его пытаюсь там поднять, подойти, а он пятками так бьёт, что вроде как не подкручивается, хотя вроде нащупал, что-то поднял его, оказалось, за эти ноги-то и поднял. То есть, получается, это так на мордочке, у него теперь вся морда в Насте. Знаешь, что такое Наст? Конечно, знаю. Да вот, расскажи-ка нам, что такое Наст? Наст я, конечно, могу рассказать, но гораздо интереснее рассказать о признаках Наста, то есть о тех следах, которые Наст оставляет на лице. Что такое сам по себе Наст? Это все равно, что такое сам по себе дым, главное, как на него реагирует человек. И вот когда он швакнется об Наст мордой, вот тогда, и можно определить по его лицу, где был Наст и в чем он имел свое проявление. Или то же самое с дымом, то есть когда, например, он зажимает все вот ноздри там, всякие прочие дырки в голове и пробегает сквозь столб дыма, который мы ему создали. Вот мы его раздеваем догола, зажигаем кругом где-то штук 40 автомобильных шин от КамАЗов, предварительно полив их, в общем-то, это самое, всякими техническими средствами, ну, чтобы воняло, он такой черный дым. Мы делаем два проходика таких, вот, и он голый по снегу должен пробежать туда. Вот мы обратили внимание, какие разные они выбегают. То есть тот, кто вот все себя заткнет, вот все-все-все, вот он вроде как выбежит, и так вроде и ничего, и прочихается. А кто с полной грудью, как понимаешь, боец Виктор Матросов, который, в общем-то, заткнул в своей заднице вот эту пушку Авроры, чтобы она, никто же не знает, как изначально было, почему залп-то Авроры первым должен был на час быть. Вот, а потому что там один матрос, он как снился, тоже Морозов у него была, кликуха у него такая погонявая, а снился, думает, господи, что ж мы с царем батюшкой-то делаем, говорит. И его повинтили, ну, наручниками всеми, то есть он никак не мог, в общем, поэтому он задницей заткнул. В общем, поэтому первый хлопок, по утверждениям очевидцев Авроры, он и был такой, ну, такой... Глухой. Очень глухой, такой, как бы, пык, пык, такой, вот никто и не поверил, хотя часть воинов бросилась вперед, их сразу и перестреляли, даже фальш-старт получился. Вот, а уже второй дали нормально, с запасом, что, дескать, вдруг кто-нибудь еще... Вот, так же и здесь, вот те, кто в эту столбину эту ринулся... А потом в документах мы же находим отражение этому всему, спрашиваются, почему нашли потом зубы на катере, и чьи, чьи они были? Это были зубы того самого человека, который не поленился, и одумался... Да, и засел в задницу, причем нужно, я наверняка подозреваю, как нашли... Они говорят, матросы дрались, революционеры, потому что смут войны... А мы-то догадались, почему, то есть это, кстати, факт, история умалчала, просто дело в том, что эти зубы были целиком, вся вот эта челюсть нанизана на этом вот снаряде, который вылетает, то есть по размеру. Ну, понимаете, он как сидел, у него сквозь него-то прошла вот эти зубы, он же еще орал... Стой! Прекратить! Безобрай! И вот на этом Безобрай! Она бах, понимаешь, и он прям сквозь задницу, сквозь прямую кишку, и он всю челюсть-то одела, вынесла, упала, ударила сорубку, а рубка там была мощная, кованая, и упала право вниз. Пока его собирали, а про это все и забыли, через несколько лет нашли, смотрят, что такое, зубы на снаряде одеты. Вот выдали, что это матросы дрались и пьянствовали. На самом деле, вот этот вот наш герой, то есть... Ну как он герой? Так, конечно, он не герой, а дурак тоже. Потому что, ну, будь вот это самое, скажем, героем, он бы, ну, попытался бы там написать в эту пушку, я не знаю, там нагадить, ну или просто там закричать «Да Коль!» понимаешь, там как-то привлечь к себе внимание, или кричать «Хелп! Хелп!» Или как вот вообще в документах и пишут «Поднять смуту на корабле в последний момент!» Или вообще поднять что-нибудь! Нет, он сел на пушку, через наряд. Ты так неправильно говоришь, это сейчас подумаешь, что сейчас вот эти гермафродиты из ансамбля «Армии», которых показывают на пушках, там сидят, болтают, ня-ня-ня. Нет, ну в смысле, не так, например, нет. Он прямо так как кризмой полностью сел вот так, то есть, представляешь, сколько... Вот как вы садитесь на своего белого скакуна, так и он сел на пушку, да. Сел на дуло пушки. То есть, при этом еще представьте себе, что белый скакун наконец-то отверстие, но он перпендикулярно земле не стоял вовсе. Он стоял в земле параллельно. То есть, ему приходилось очень долго елозить и упираться, чтобы как-то... Чтобы попадать! Куда? А, ну да, чтобы попадать! И вот наши эти дымные тоже, которые, как и он, так мужественно думают, «А я пробегу и так!» Выбегали, совсем другие они были. То есть, вот они сквозь этот стол пробегут, тут же прямо... И так, знаешь, есть человек с дождя, а у нас были человек с сажи. Вот, такая штука. А еще, я помню, мы делали это студентам, мы проводили опыты студентов. Я же была один раз учительницей по начальной военной подготовке. Я студенток это готовила к начальной войне. Он врет! Почему врет? Он врет! Так я что делала? На какой войне ты могла быть с такой комплекцией? А меня они берут? Я учительница! Учительница? Тебя по учительнице не взяли! Ты что? Так, когда взяли, у меня корочка есть, кстати! А, ты ее купила, наверное, или про меня? Да, купила, но тем не менее, между прочим, по этой корочке я успела повернуть массу гигантских акций. Во-первых, я сверлом специальным продырявил вот эти нахрюхники у всех противогазов. А девки-то эти, они должны, то есть мы им такой шатер ставили, туда и предпускали. Они должны были в этом противогазе. То есть одеваешь противогаз, забегаешь в этот шатер, и три минуты там сидишь. Ну, конечно, это делалось с целью-то, ну, не для того, чтобы проверить, там, это, как эти девки мужественно дышат в противогазе, а на самом деле проверялось качество противогазов. Да, понял. А я гвоздем-то перед этим все идет, свиньи морда-то попротыкаю. Девки-то заходят мышцы, им-то, может, уже там и при-то и вставил, понимаешь? А выйти-то срам. Ну, то есть как же я перед подругой, там, комсомолкой, бубеночкой, сейчас-то раскидаю все в имя свое. И она там до последнего, и даже, бывало бы, уже палатку поднимаем, вот эту, они там висят, руками так вот цепились, как мухи, их не оторвешь уже, кричат, нет-нет, оставьте нас здесь, мы будем здесь. Вот так вот, кстати, многие сейчас из них до сих пор вот ходят повсюду, вы их тоже можете встретить, особенно на беговой улице одна курсирует. Вот она, ну, в отличие, во-первых, самой сильной женщины, скажу вам, я перед ней преклоняюсь, у нее, во-первых, руки всегда вверх, вот в каждой руке по куску палатки, а на морде, ну, это противогаз дырявый, то есть она ее не дала с себя снять. Жуткое зрелище надо. Да нет, я бы не сказала, к восьмому она всех веселила. Да-да, глядину такую, наверное, не хотелось отмечать. Чего не хотелось? Отмечать не хотелось. Наоборот, отмечать! Знаешь, что люди обычно говорят? Как они обычно говорят, вот теперь смотрят, идет наша вот эта противогазно-палаточная, так сокращенно мы ее зовем, ППЛ. Вот, и типа, ой, как женщине не повезло. Пойдем-ка выпьем, и у людей наоборот настроение... Наверное, у нее трудная жизнь. Трудная жизнь. А трудной жизни-то у нее всего было-то там две минуты в этой палатке. Вот, моя любимая рубрика. Да, напоминаю, что наша рубрика за полчаса до понедельника функционирует каждый день. Даже, кстати, еще хочу, чтобы мы по всем другим радиостанциям будем ее сейчас... А она и есть по всем другим радиостанциям. Только она такая там плавающая, ее надо вылавливать. А-а-а, так что вот вы присылайте, назови там этот... 123-308, Москва, улица Демьяна Бедного, 24, буквы и цифры. Да, я вот что еще подумал. Кто такой был этот Демьян Бедный? Это поэт. Поэт, да? Поэт, да? А ты что-то подобное? Ну, это да, зачти хоть одно стих. Нет, я тут просто вижу, еду по улице, вижу, напишно, улица Маши Грещенко. Да. Или Грещенко, я уж там не помню. Я, понимаешь, в первое попавшееся окно снежком-то бум, вот, там, правда, окно было открыто, а вместе со снежком я какашкой собачьей зацепил случайно. Да, ну, смотри, боже мой. А тут же высовывается, понимаешь, бабка какая-то там лет 30, и начинает орать. Ты что же, говорит, сука, делаешь? Ну, право на меня. Ты правильно орет. Я же правильно орет. Я говорю, ты, говорю, погодь, не ори, ты скажи, кто такая Машка Грещенко? А она мне, говорит, у нас такие не живут. Я говорю, дура, ты на улице такой живешь. Ты, говорит, дура. А она была гостью. Ну, вот не знаю. Ну-ка давай, зачти-ка мне стих Демьяна Бедного. Нет, я у Демьяна Бедного стихов не знаю. А я могу зачесть, хочешь, да, хочешь сказать? Мощно глыбы наскальные стоят над озером, над которым в лодке проплывают бойцы красные. Ну, дальше читать или все, или веришь, что знаю? Вижу, пожалуйста. Нет, читаю. Нет, я не верю. Нет, я не верю. Лучше за полчаса дополнить. Я вам рукой махаю стопки паровоза. И машинист дает гудок, свистят пары. На перекрестке ваших мнений и вопросов. Как вечной глупости все потерялись вы. Наш паровоз летит вперед, я это знаю. И лишь колесики отчитывают путь. Пусть вас имеют все, а мы крепчаем вам жизнь. Тюрьма, а нам от криков не уснуть. А может лет так эдак через двадцать. Случайно встретимся, как в прежние года. Что унесло нас в этот край далекий. Увы, вы это не поймете никогда. И прокричу я эти строки сквозь просторы. И обожгут они, как яркая звезда. И донесется сквозь леса равнины горы. Нас ждет боишь, а у вас гражданская война. Так вот ты говоришь про то, как они пишут нам письма. А нам бы, дескать, и не надо их воспринимать и читать, потому что это как вот тот Ванек Шестипола, или как так говоришь его звали-то. А я, меж тем, получаю от них много полезной информации. И даже не в том смысле, что она эта информация является для меня успокоительной. А даже в том смысле, что она для меня является очень полезной. И я могу рассказать ее многим другим людям. Вот когда-нибудь узнал бы ты, понял бы ты своей репкой, что все зло оказывается в гормонах. И могу объяснить, почему. А гормонов, между прочим, очень много. Вот, например, есть гормоны, отвечающие за рост волос, за рост зоба. Вот какие самые злые гормоны? Вот как раз те, которые за все это и отвечают. Те, которые отвечают за половую систему, за потоотделение, за рост зоба, за рост волос. Вот практически все они, так, ну, просто зло их проявляется в разных направлениях. Знаешь, как есть гормоны положительно заряженные или отрицательно заряженные? Но все эти гормоны приносят человеку вместе с великим удовлетворением великое зло. Да, да, да. А ты мне вот что объясни, хорошо? Нет, подожди, я сначала основной тезис скажу, потом буду отвечать на твои вопросы. Так вот, значит, ты, наверное, наблюдал за стариками и детьми. Ой, да это когда я работал... А это даже твоя любимая тема, я знаю. Так, это у меня, значит, что это любимая тема, это кризис среднего возраста, а твои любимые подопечные, это старики и дети. Потому что я ночью работаю в доме престарелых, а днями в яслях. Молодец, молодец, какая ты у нас бескорыстная. Слушай, бескорыстная, почему я деньги там получаю? А я же кормят меня. Ты знаешь, что, кстати, в яслях омлеты просто зашибись делают? Самая зашибастая... Каша хорошая. Каша говно там. Омлеты вот самые зашибастые там. Я даже, кстати, это тебе приносила. Бывало, не суть этот омлет по улице. Видно, ни одного не донесло. Естественно, потому что думаю, ну что мне это вот там вот, кроме борща, он ничего не вырубается. А я тут еще хотел вам подарить такую коробку красивую. Лежит красивая коробка, написано Две радужные форели. Я, конечно, не знаю, что это такое. Думаю, надо буквы подарить. Потом думаю, если и буквы не знают, что это такое, зачем же я буду... Вот, а я поэтому так же и с омлетом несу. Бывало, омлет несу, несу. Думаю, ну чего я ему, ну принесу я ему этот омлет. Он его просто как коктейль через свою нос трубочку засосет махом и не почувствует. А мне-то радость, мне-то радость же это. И к тому же я же сегодня уже не пойду в ясля. Я сегодня в дом престарелых идти. Да. А там что? Ну так вот, я хотел продолжить свой рассказ о своей коробке. Вот, те, кто слушают все время меня и только меня. То есть даже прильнул к приемникам исключительно ради меня. Они думают, вот это выступает по-настоящему сытый человек. Вот, так я хотел сказать о том, что ты, наверное, знаешь стариков и детей и очень любишь. А за что ты их, спрашиваешь, любишь? За то, что их всегда можно обмануть. Вот именно. А почему их всегда можно обмануть? Потому что у них еще не начали вырабатываться гормоны или уже закончили вырабатываться гормоны. А как это закончили? Они же остались. Засохли. А-а-а. Засохли. Поэтому они... А вот почему они боятся, что они так и моются редко. Потому что если они залезают... Я же не видел ни одного старика, чтобы он часто мылся. Вот, вот, вот почему. Он боится, что он туда залезет. Они как раз бухнут у него немерено, что плопки троги. А-а-а. К-п-п-п-п-п-п. Нюхают его только врачи. А врачам платят за то, чтобы его нюхали. У всех остальных, кто за это деньги не получает, ну, может быть, кроме тебя, им же просто в голову не придет нюхать пожилого человека. Так слушай, объясни мне такую вещь. Значит, смотри, мы все прекрасно знаем с тобой запах пожилого человека. У нас тут на радиостанции есть, например, огнюх, много пожилых. Каждый с радостью дает вас себя понюхать. Вот, есть даже беременные, многие, которые говорят, послушай, как ножкой стучат и подносят свою пузику тебе. Любой может, кстати, даже очередь выстраиваться. Даже смует тот, слушал, как стучит. Вот. И грудников очень много тоже. У них тоже своеобразный запах. Вот этот запах, значит, у стариков. Это запах засохших гормонов. Да. А у грудников? Отсутствие гормонов. Никого-то нет. 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 Да, как раз, да, больше со мной не спорить. Кстати говоря, если ты когда-нибудь вот... Да, может быть, не говорить об этом. Если ты когда-нибудь принюхивался к грудничкам... Да, я грехляк, я что пацан... Такой приятный запах, может быть, даже человеческой весны. То есть от них нет... У них нет пота такого, который неприятно пахнет. У них нет вообще вот того, что мы называем вонючестью. Ну, если, конечно, они не только что там сходили, да, по-своему. Вот. А вот у всех остальных есть. Так и грудники-то, они в большей степени, так сказать, похожи на тех инопланетных существ, которые к нам прилетают. И с которыми вот мы недавно ходили на встречу. И я до сих пор принимаю телеграмму. Потому что у тех тоже гормонов нет в нашем понимании. В их понимании у них гормоны есть. Но они сами понимают и сами отвечают за их перераспределение. Они понимают, куда идут одни гормоны, куда идут другие гормоны, на что они направлены, как бороться с их действием, как их правильно перераспределять так, чтобы никто от этого не страдал. Как ими делиться с ближними, Джей? Совершенно справедливо. Мы же не отдают, ну, то есть не мы с тобой буквально, а те, кто живет здесь. Вот он, к примеру. Вот или она. Не, ну она уже вообще кончена. Она совершенно не справляется. Вообще не справляется. Вот, кстати, женщины, они в меньшей степени вообще справляются со своим перераспределением гормонов. И это показательно еще в том смысле. Вот апофеозы свыгают состояние несправляемости, неуправляемости гормонами. У них достигается во время беременности и климакса. То есть это такие пики, можно сказать. Один это так, ну, как слово-то забыл. Матологический, я бы сказал. В одном состоянии это зенит, вот, рассвета гормона. Гормональный зенит, скажем так. Гормон. А в другом это гормональный закат. То есть через беременность состояние это гормональный зенит. А в состоянии климакса это гормональный закат. Это же, скажем так, мы можем назвать, ну, своего рода постпсихотравматическим гормональным закатом. Я бы не связывал это с травматизмом, потому что гормоны есть от всех. Потому что это очень сложно. Это все равно, что, например, ехать на... Убегать, например, от милиционеров на автомобиле без колес. То есть, а вот мы же должны привести более простой пример неспособности справиться с собственным гормональным процессом. Например, пропочивание при каких-то достаточно примитивных ситуациях. Как-то при, например, ну, например, с двумя девками-то оказался в постели, и вот он лежит и потеет. Другое бы на его месте, наоборот, весь покрылся птальком. Инием. Или инием, да. Он лежит там, весь потеет от этого страницы. Или там, к примеру, там начинает, как мы неоднократно говорили, там, в момент дачи взятки представителю власти пукать. Или представитель власти начинает пукать. То есть это тоже все гормональный. От радости. Он, как правило, от радости. Это же тоже гормональные вещи. А ты говоришь сейчас о каких-то таких ситуациях, уже достаточно стрессовых, с которыми, в общем-то, не каждый может справиться. Я говорю об этом, чтобы было понятно просто. А, ну, я понял. Это могут быть наиболее наглядные примеры. Ну, ты понял, потому что мы каждый день с тобой обсуждаем тему гормонов. Ну, и к тому же, потому что мы просто видим это все, как это происходит механом. А человек, который вот занят бытом, так сказать, он даже и отчеты, и с бытом, или и с битым, он даже отчеты практически себе не отдает в том, что делает. А нужно ли ему это? Нужно. Нужно. Уверяю тебя, нужно. Это, так сказать, шаг к собственному развитию. Или шаг от него. Да. А ты что думал? Вот и об этом как раз было содержание последнего письма, присланного мне, которое я вот здесь зарисовал кружочками и квадратиками. Я рассказал о содержании, потому что если я начну буквально зачитывать то, что они мне прислали, то, возможно, даже никто и не поймет. Потому что это все же совсем на другом уровне передачи информации. Ты цифрами говори, ты цифрами говори, например, ну, например, шесть, двенадцать, двенадцать, шесть. Нет, подожди секунду, передача информации цифрами в эфир начнется в три часа ночи. Да, а сейчас мы в Булконе говорим. А сейчас давай спряжем, что ли? Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Весна идет грачи. Летят и срут, но мне хорошо. И озеро мое, это только мое озеро, в котором рыба тоже вся моя. Оградья уходили искать по свету счастье. Моя сестра их провожала в путь дорогу. И каждый говорит мне, пусть моя сестра не плачет. Я вернусь домой, сюда, я вернусь, срываю. Иногда поутру вспоминаю на коваль. Я вернусь, что ты, пусть моя сестра не плачет. Я вернусь, amount of money. Я вернусь, что ты будешь срочно не плачет. Я вернусь, она вернусь, чтобы ты не плачет. Я вернусь, что ты не плачет. Бывает, что не можешь заснуть, потому что не какал. Девушки отдыхают. 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 с детства вот хаты ты сделал я говорю как всегда только правду и я целью они еще не родились эти дети я уже должен был их кормить я был командировки городе кашин это хороший город родина калинина мы сейчас находимся на калининском проспекте безусловно его часть имени когда снесли скульптуру моего земляка по командировке на ней было написано постаменте арон мейден и вот кушайте с проглотом все эти события так вот там в этом городе было 47 церквей и лишь одна из них действовала называлась эта церковь всех святых скорбящих и молящих и ясно по адресу улица красных идей батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками как вы знаете подчинял для матушки миловидные особы светелку светелку подчинял майор советской армии который расстреливал китайцев в сорок девятом и восьмом году общем отказался так то были фанзы были китайцы были японцы черт их разберет в ребята постыки мне на уголь чтоб как ставался получше я заходил в фанзу и один раз меня выстрелили с тех пор я фанза не заходил без граната я сначала бросал потом заходил дурно пахло но я остался жив-здоров 47 церквей не пропала ни одна икона они все сгнили а висели только анилиновые копии вы если вы знаете то одного из моих компатриотов товарища белограя открытие твой память товарищ было игрой как ее не освежить я же вспоминаю эти времена когда начиналось обмещание я был знакомый азизян вот он писал такие стихи по этому поводу однажды ванька шеф да окунь собрались на базаре водку пить шеф бухал ванька наливал а окунь за сторожа канал и так они там все бухали пока менты не повязали мораль сей басни такова бухай но не до конца я привык к тому что всю жизнь мне везло но я поставил на двойку а вышел зверо и вот самоубийца берется за перо и пишет скриппер от бумаги как предсмертный хрип мой брат был героем но он тоже погиб я кричу но ты не слышишь мой крик и никто не слышит я встаю и подхожу к открытому окну вызывая тем самым весь мир на войну я взрываю мосты но я никак не пойму кто их строил и последний автобус ушел уже давно и денег на такси у меня нет все равно я видел все это когда-то в кино и все равно я расстроен но не пугайся если вдруг ты услышишь ночью странный звук все в порядке просто у меня открылись старый рак но я пишу стихи всю ночь напролет зная наперед что их никто не прочтет зачем я жду рассвета рассвет не придет кому он нужен как странно наползет на стену стена слава богу осталась бутылка вина я посредине всех этих стен но я сам виноват и к тому же простужен но не пугайся если вдруг ты услышишь ночью странный звук все в порядке просто у меня открылись старые раны и даже тишина звенит в моих ушах и стрелки почему-то застыли в часах и дым в глазах и цепь на руках и нечего есть но все будет так как оно быть должно но все будет только так другого не дано и все же как бы я хотел чтобы ты была здесь 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 Но на завтра ожидается мрачный прогноз К тому же я остался без папирос И в каждой клетке нервов горит свой вопрос Но ответ не найти Но так ли я уверен, что мне нужно знать ответ? Просто я часть мира, которого нет Мой последний куплет давно уже спят Мой последний шедевр, немыслимый бред Так было, так есть, так будет много-много лет И нет другого пути Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью Странный звук, все в порядке Просто у меня открылись старые раны Дружок, тебе понравилось, как она поет? Ну послушай еще А ты сам можешь спеть А потом прислать нам кассету По адресу 123-308 Москва, улица Демьяна Бедного, 24 Букли и цифры Месяц над нашею крышею светит Вечер стоит у двора Маленьким птичкам и маленьким детям Спать наступила пора Завтра проснешься и ясное солнце Снова взойдет над тобой Спи, мой воробышек Спи, мой сыночек Спи, мой звоночек родной Спи, моя крошка Спи, мой птичек Пусть никакая печаль не тревожит Детскую душу твою Ты не увидишь ни горя, ни муки Доль не встретишь лихой Спи, мой воробышек Спи, мой сыночек Спи, мой звоночек родной Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok